30 октября лицей номер 13 имени Расула Гамзатова города Каспийска распахнул свои двери для всех юноармейских отрядов города «Родина зовет». С самого утра здесь развернулись тематические площадки, где ребята продемонстрировали свои навыки, успехи и многое другое. У входа всех приглашенных гостей ждал звонкий военный оркестр. Отряды юноармии подготовили для всех присутствующих мастер-классы по радиоэлектронике и радиосвязи, искусственному интеллекту, оказание первой медицинской помощи и другое. Отметим, что организатором мероприятия выступили лицей номер 13 и ДРО «Движение первых». Открыл мероприятие заместитель главы города Каспийска Забир Загиров. Юноармейцы и активисты «Движение первых» из Каспийска являются ярким примером того, что подрастающее поколение станет надежной опорой нашего города и государства. Вы – наше будущее. От вас зависит, каким оно будет. Хочу выразить благодарность коллективу лицея номер 13 имени Расулу Камзатову в лице его директора Алины Гульметовны за реализацию сегодняшнего слеза. Юноармия – это всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение. Деятельность движения направлена на воспитание в юноармейцах доброты, сочувствия, совестивости, верности, достоинства, любви к своей родине. Большое внимание юноармия уделяет формированию уважительного отношения к институту семьи, памяти предков и учит почтительному отношению к старшим. Председатель регионального отделения Республики Дагестан движения первых Людмила Саидова рассказала о своих эмоциях и впечатлениях от мероприятия. Сегодняшний слет – это возможность, которую не упустил наставник движения первых в 13 лицее города Каспийск. У нас в движении первых проходит конкурс грантов, и вот как раз таки сегодняшний слет организован на средства гранта. Слет – это возможность еще раз узнать новые технологии в военном деле, в патриотическом, попробовать себя в лазертаге, узнать все самое лучшее о нашей стране. И вот сегодня как раз таки собрались здесь лучшие юноармейцы, активисты, движения первых для того, чтобы очередной раз проговорить о том, насколько наша мощная страна Россия. Юноармейский отряд лицея номер 13 подготовил для всех присутствующих концертную программу, где рассказали историю создания организации движения первых, которая по сей день помогает каждому ребенку найти свой путь в этой жизни. В ходе мероприятия с торжественной речью и благодарностью выступила председатель комитета по образованию и науке Республики Дагестан Елена Павлюченко. Ребята, сегодня мы говорим о патриотическом воспитании. Ну а где же мы будем получать это воспитание, если не на таких мероприятиях? Дорогие юноармейцы, я хочу вам пожелать, чтобы вы были настоящими патриотами нашей Родины, чтобы вы понимали, что наша республика, наш город, наша страна, она самая лучшая, самая родная и самая любимая. И самое родное и самое любимое надо всегда защищать. Я хочу, чтобы те слова гимна, которые звучат, и российского гимна, и дагестанского гимна, прошли через ваше сердце. Украсили мероприятия также яркими выступлениями воспитанники школ города, которые подготовили необычные патриотические номера, где показали самые простые методы самообороны. Маршировка, разбор и сбор автомата, правила использования противогаза, прием рукопашного боя и другое. Воспитанник лицея номер 13 имени Расула Гамзатова также рассказал о важности проведения подобных мероприятий. Потому что это в первую очередь показывает патриотизм в нашей стране, сейчас в наше время тоже надо показывать, что мы за свою родину, за свою страну будем, так скажем, готовы умереть. Кроме того, посетили мероприятия директора образовательных учреждений муниципалитета, представители различных ведомств города, педагоги, родители и многие другие.